К первому сентября на объектах универсиады заработают 7 спортивных секций. Это бокс, борьба, зал хореографии, два бассейна и еще несколько тренажерных залов. Функционировать они будут с 8 утра до 10 вечера. Заниматься смогут там все желающие. Сейчас подбирается квалифицированный тренерский персонал для трехсменного режима работы. Всего штат работников фитнес-комплекса составит 60 человек. Сейчас штат персонала укомплектовывается. То есть мы проводим интервью, мы проводим какие-то собеседования, дополнительные тренинги. Отбираем, конечно, в первую очередь высокопрофессиональных, высококвалифицированных специалистов. Отклики идут, да. Мы сейчас можем с уверенностью сказать, что, допустим, инструкторский состав касаемо тренажерного зала, он более-менее сформирован. Между владельцами спортивной секции и Акиматом города уже подписан меморандум. В итоге стоимость разового посещения любого зала без ограничения времени составит всего полторы тысячи тенге. По мнению немецких экспертов, такое лояльное отношение к любителям спорта в результате даст стране новых чемпионов. На самом деле все эти секции и объекты – это своего рода огромная инфраструктурная инвестиция в казахстанский спорт. Те залы, которые здесь строятся, они соответствуют международным стандартам. И поэтому уверена, что именно на этих объектах вырастет не один чемпион. И здесь нужно понимать, что такой подход в развитии спорта дороже любой прибыли. Доступные фитнес-центры при объектах универсиады возводятся за счет инвестиций отечественных предпринимателей. Общий вклад в проект составил 89 миллионов тенге. Известно, что средства выделены на безвозвратной основе. Таким образом, бизнесмены становятся частью программы государственно-частного партнерства.